Крепкий Орешкин 2 Что-то я не припомню Церковные деятели Они больше Немножко о другом озабочены Налоги не любят у нас почему-то Я думаю в Америке их тоже не любят Но борются за популярность Спасибо Даша Мне кажется У 80 топовых американских артистов С популярностью все в порядке Тем не менее они видимо считают Видимо у них что-то там горит В душе раз они так поступают Для нашей страны это пока не очень органично Но видимо еще не наелись Я так объясняю На западе наверное люди все-таки считают Что с собой деньги в гроб не унесешь Как говорят нам в гробу карманов нет Так что может быть есть смысл поделиться С другими Нашими Американскими товарищами Которые страдают от общей проблемы Которая называется новая болезнь Не знаю в общем там определенный стиль Политической культуры здесь другой стиль Политической культуры Поэтому ожидать Жажды платить повышенные деньги Для обеспечения здоровья нации У нас не принято У нас принято считать что у царя батюшки Есть своя какая-то отдельная казна Которая от нас никак не зависит И надо на него надавить Чтобы он Больше Заботился о трудящихся А то что у царя батюшки Деньги на самом-то деле наши Налоговый налогоплательщиков Как-то в голову Чем-то не приходит Вот это такое Специфическое мышление наше Когда действительно люди думают Что есть царская казна И есть наши вот Денежки И это друг с другом Не связано Ну Валентина Ивановна Матвиенко Сформулировала этот тезис гениальный Какое-то время назад Мы его обсуждали что Даже есть такой мем знаменитый Что вот у нас по версии этого Государевы деньги А да А Маргарита еще говорит Нет никаких государевых денег Есть только деньги налогоплательщиков Это два разных подхода Я с вами согласен Просто я вдруг представил Что например Москва 2036 год Год когда мы уже должны жить В счастливом Ну вот осталось-то Вот Неведение Я буду в России Срок несколько раз передвигался Сначала был там 1980 год По-моему построение коммунизма Потом в 2000 году Всем по отдельной квартире И так далее Вот 2036 год Это год всеобщего процветания Уже Которого мы должны достичь За эти 16 лет Мы колонизировали дальние планеты Триумфатор Рогозин И так далее И На центральных площадях Крупных городов Проходит Я представляю себе Это же в Москве На Пушкинской площади Несанкционированный митинг Митинг Который жестко разогнан Сторонников Чиновники Чиновники из администрации Президента Бьются с работниками Мэрии Кому должны больше Повысить налоги Ради счастья народу Населения Ну вы знаете Я думал начать С Хабаровска Но коль скоро Прошли о налогах Речь пошла То давайте Эту тему Сначала прокрутим Значит смотрите Президент Путин В обращении К россиянам Накануне парада Сообщил о новых Налоговых реформах Речь идет о том Что обнуляется Та программа Которую начали В 2015 году Она называется Деофшоризация Целью благородной Этого движения Было Возврат Российских налогов Которые наши Состоятельные граждане Предпочитают Хранить в офшорках В специально для этого Сформированные Льготные Отечественные офшоры Отечественные офшоры В Халининграде На Дальнем Востоке Так вот Эта штука Не сработала Значит Некоторые Простые души Подчиняясь Идеи Которые Господин Титов Кажется его фамилия Лидер Омбудсмен Бизнес омбудсмен Это слово Для меня очень сложное Омбудсмен Про бизнес Он значит Пытался их вернуть назад Их здесь Встретили И приняли сразу Но это не про офшоры Это про возвращение Про возвращение людей Вместе с деньгами Да-да-да Первого же кто вернулся Они в аэропорту Прямо искрутили Поскольку те люди У которых есть денег Обычно полными идиотами Не являются Они посмотрели на то Что здесь происходит И с удвоенной энергией Взялись Выводить Эти самые Средства Из Из отечественного бюджета Так вот Сейчас Как раз Перед этим самым Парадом Путин Объявил Качественно новый Подход К вот к этим самым Офшоркам Идея очень простая Для тех Кто держит деньги За рубежом Устанавливается Фиксированный Налоговый платеж Это означает Что Надо платить 5 миллионов рублей В год Вне зависимости От того Какая у тебя сумма На счетах За рубежом И даже не надо Представлять Объясняющих документов Так вот Минимизируем Упрощаем ситуацию Не важно Сколько там 100 миллионов На счету Или там 500 миллионов Какая логика Извините В этом Проще На самом деле Таким образом Проще администрировать Налоги С каждого человека У которого Серьезные деньги За рубежом Нет вы серьезно Это говорите Серьезно То есть если я например Вывожу там Схем миллион И офшоров Довольно много Вот кипрский Только сейчас выпадет Мы разрываем с ним Ну именно так Соглашение Один из самых популярных Но тем не менее Если я вывожу там 10 миллионов долларов Что я должен заплатить Там 80 тысяч Фиксируем Сумму налога И все Да Да Именно так Значит Уже все давно Рассчитано Определено Вариант становится Отчетливо выгодным Если у вас Ежегодная прибыль Там полмиллиона долларов Что не так много Это в общем-то Малый и средний бизнес 35 миллионов рублей В год доход Вы платите С них Долог Налог 5 миллионов Никаких документов От вас Не требуется И скажем так Вот уже Начиная С С 70 Когда Доход 35 миллионов Ты вроде как На общих правах Около 13 процентов Платишь А если у тебя 70 миллионов рублей То Посчитайте Что 5 миллионов Налог Это уже 7 процентов От этой суммы Дохода Соответственно Вдвое меньше Чем мы с вами Платим Мы сейчас с вами Будем платить По 15 процентов Налоги На доходы Физических лиц А значит Человеку Которого 70 миллионов рублей В офшорке Будет платить 7 процентов А если у него Там скажем 8 миллионов долларов То есть там Полмиллиарда рублей Что тоже не редкость В общем Для крупного бизнеса То налог Состоит 1 процент Это Явным образом Стимулирует Вывод средств Из страны Это понятно Но по-видимому Это важно Для президента Путина Потому что Как и все политики Он ищет поддержки Влиятельных игроков Не у нас с вами Потому что мы с вами Не влиятельные игроки Мы с вами Не обладаем Политическим ресурсом А вот те товарищи У которых есть деньги Как правило Они связаны С той же самой номенклатурой Как правило Они лояльны Президенту Им Вот такая вот Льгота По существу Если у них Серьезные деньги там То они платят В 10 раз меньше Многу Слишком абсурдно Это звучит Откровенно говоря Я не видел Подобную информацию Ну просто Цифры абсурдные Абсурдные Очень логично Потому что Нет может быть Сверхналогов Ты должен еще Заплатить 5 миллионов рублей Фикс Сверхналогов Ну то есть Ты платишь налоги И еще если Ты зарегистрирован В офшорной юрисдикции То ты еще Не важно Сколько у тебя там Движение средств Нет Ну если ты здесь Платишь 5 миллионов рублей Немножко еще шьешь Ты портного Там выступаешь Да То здесь С тех доходов Которые ты Зарабатываешь С помощью пошива Вот этого Ты плачешь 13 процентов И если у тебя При этом 70 миллионов рублей Лежит на Офшорном счету То ты платишь С них 1 процент Раньше было положено Платить те же самые 13 процентов Как общие доходы От физических лиц Ничего абсурдного Потому что Это называется Поддержка Группы поддержки Дмитрий Борисович Орешкин Вынужден вас перебить Независимый политолог В гостях у Серебряного Дождя Весь этот час Оставайтесь с нами Скоро продолжим Крепкий Орешкин 2 Коллеги Пока Быстренько Далеко не ушли От анонса Нашего мобильного приложения Я слушателям хочу Напомнить Что мы запустили В приложении Новый поток Это сказки Квартеты И Это такой архивный Шуточный проект О наших ведущих Которые мы делали С нашими друзьями Квартетом И Обязательно послушайте Ну и конечно Сообщения от наших слушателей Услышали по эфиру Что возможно радио Закроется У нас с женой Сердце крови Обливается от страха Того что слушать Больше будет нечего Переехали из Калининграда В Краснодар И поняли что тут Спасет только Как раз Приложение Сильверейн Мы вас любим И переживаем за вас Спасибо вам большое Друзья И мы тоже вас очень сильно Любим Спасибо за слова Полностью поддержим За поддержку В трудную минуту Поехали дальше Так вот давайте Давайте вернемся К государеве казне Как она формируется И о налогах Значит Владимир Владимирович Путин Поручил Эта официальная информация Внести Соответствующие Изменения в законодательство До 24 июля То есть У нас две недели Осталось До этого С 17 года Люди владеющие Более 20% Вот этих Киков Кик Это значит Я знаю что Зарубежная компания Которая Ну оффшорка Грубо говоря Чья нераспределенная Прибыль Превышает 10 миллионов В год Рублей Платили 13% Как все А сейчас Путин сказал Что это сложная Громоздкая И запутанная Схема Которую нужно Кардинально упростить Чтобы дать Стимул развитию Современного Ответственного бизнеса Ответственный бизнес Это тот бизнес Который отвечает Перед Путинской бригадой То есть Вот Сечин Вот все эти ребята У которых серьезные деньги Которые хранят их За рубежом И которым Путин дает Льготу Для того Чтобы они платили Меньше денег В налог А Это недостаток Денег в бюджете Будет компенсироваться Тем что повышен Будет налог На нас с вами То есть значит Ну не на нас с вами Там Только на тех У кого доход Больше 5 миллионов рублей Ну для Верхней прослойки Среднего класса 5 миллионов рублей в год Это в общем Доход Не самого Могучего Среднего бизнесмена 15 процентов Они будут платить Ну Я как-то себя привык По традиции Сопоставлять с этим Кругом людей Хотя я уже давно На пенсию У меня таких доходов нет Но значит Получается там Что те Кто вот реально Что-то там продают Делают Производят Или там Кому-то волосы стригут Зарабатывают 5 миллионов рублей в год Они платят Они платят Социальные отчисления Пенсионные отчисления Плюс еще Они будут платить Значительно больше Чем те люди Которые получают ренту Держа свои деньги А с другой стороны Вот у вас действительно Вы владелец там Крупной парикмахерской Например Да Вот там вы сказали Волосы стригут Соответственно Вы вполне В нормальной ситуации Без пандемии Можете зарабатывать Чистыми У вас может остаться 5 миллионов Ну Вполне Или магазинчик Какой-то Да Это не для крупных Даже не для средних Бизнесменов Это не такие Чудовищные деньги Вот Но вы же Когда у вас парикмахерская У вас же еще волосы чужие остаются Да А вы можете их напряки Пускать И там начинают Все это за черный кэш Как мы поняли Сегодня мой девиз дня Это белая зарплата Это расизм Черный кэш Имеет значение А хорошая луза Поэтому тут начинается Вот тут не знаю В ЦК не дураки сидят Поэтому Знаем мы этих парикмахеров Постригают Постригают Раз дом в Испании Им как бы Удавку на шею А значит за то Ответственному бизнесу Который Я с Путиным согласен Он все сказал Вообще глобально Все эти бизнесмены Это жулики Проходинцы и воры Кроме тех Которые ответственны Кроме тех Которые ответственны Ну да Хорошо Все правильно Значит И то Ну вот Кстати тут Или не кстати Центробанк опубликовал Отчеты За полгода Прошедшие Там В общем Данные печальные Чистый отток капитала Вырос на четверть На 24% Профицит Внешней торговли Снизился На 46% Он остался Профицит Это значит Что таки Мы получаем От внешней торговли Больше Чем тратим На импорт Ну это нефть Газов Ну вдвое упал То есть было 86 миллиардов Сейчас 46 миллиардов Приток Международные резервы Сократились на 8 миллиардов Это тоже немного На самом деле Там Ну все равно Сократились Ну и экспортные доходы Упали уже Шестой квартал Ладно хорошо Это тут сложно Обсуждать цифры Потому что Слишком колбасит Мировую экономику И нашу в том числе Ну короче говоря Вывоз нарастает Значит Чистый приток валюты Сокращается Такой Родновесный курс Доллара К рублю Если убрать Инвестиции Вот эти Так называемые Взносы Центробанка Который Выплачивает валюту Для того Чтобы поддерживать Курс рубля То будет Где-то 75 Рублей За доллар Скорее всего Мы к этому К концу года И подползем Поглядим Закроем Поглядим Возможно Возможно Ну в общем Давайте закроем Эту тему Слишком много цифр Рубль будет дешеветь Доллар будет дорожать Не очень быстро И не очень сильно Но будет Давайте лучше Мы коснемся Замечательных Наших событий В Иркутской области Виноват В Хабаровском крае Это важно Потому что Об этом говорят много Но мне кажется Не о том О чем надо Это ведь не Народная революция Как там многие говорят И это не попытка Майдана Который проплачен Западом Как другие говорят Это с моей точки Это просто Прокол территориального Менеджмента Который отражает Новый политический стиль Что происходит В Хабаровске Вышло большое количество Людей Максимальное По сравнению С митингами 91-го года То есть Таких митингов Уже не было 30 лет Они Оскорблены Вот этой самой Публичной акцией По посадке Действующего Губернатора Фургала Ну пока его арестовали Да Его арестовали Значит О чем Не принято Говорить Или о чем Забывают Значит Пункт первый Дальний Восток Это особый тип Населения Вот это Надо всегда Иметь ввиду В географии Говорят Что это Российский фронтир Вот есть Американский фронтир Дикий запад Да Лихие ребята Которые едут Расширяют Пределы контроля Белого Населения Соединенных Штатов Вот эти ковбои С пистолетами Из кино Которые все 150 раз видели Вот у нас Что-то похожее На Дальнем Востоке Это лихие ребята Крутые пацаны Потомки ссыльных Заключенных Там романтиков Которые строили Комсомольск на Амуре Беглых еще Древолюционных Каких-то Искателей приключений Там длинного рубля Кого угодно Мореходы Рыбаки Военные Романтики Авантюристы И так далее Это первое Значит Не такие Неспокойные люди Скажем так И не очень-то Лояльные люди Люди Которые привыкли Ориентироваться На себя А не ждать Государевой поддержки Дикий Запад Можно так это назвать Очень высокий уровень Социальной активности В соцсетях Прежде всего Выше Чем в среднем по стране Они все там живут В этих социальных сетях Главным образом В российских Но и в фейсбук тоже Внешне это всегда Выражалось И об этом тоже Почему-то не вспоминают В повышенной поддержке ЛДПР Вот я когда работал Центральной избирательной комиссией И тогда Голоса еще считались честно Всегда Когда поступали Первые данные О президентских Или о думских выборах Федеральных Первые данные Сюда идут С Дальнего Востока И там всегда На 3,5 На 5 Иногда на 6 Процентов Была поддержка ЛДПР выше Чем она остановилась Потом Вот как пришли Данные с Дальнего Востока У ЛДПР 15 процентов И я уже знаю Что когда докатится До Москвы То опустится До 10 Потому что там Специфический Народ И да И специфическая Конечно Элита Тоже Выходшая Из криминального Бизнеса Из этого Самого ОПГ Общак Кстати говоря Фулгар Или Фулгал Я не знаю Какую правильно Произносить фамилию Он тоже из этих Конечно И там все прекрасно знают Что он Металлолом Занимался Он занимался Металлоломом Он там Какими-то разводками Занимался А по-другому Там было И нельзя Как кстати говоря И в Питере Мы примерно знаем Откуда Происходят Некоторые Высшие Долженностные Лица Нашей страны Так что Ни для кого Не секрет Секрет И удивительная новость В том что Через 15 лет Вдруг вспомнили Что оказывается На нем Висит обвинение Именно так Бывает такое Раз Во-вторых Все-таки В 90-е годы Заниматься политикой И продвигаться Наверх Было невозможно Не контактировать С представителями Серьезного криминалитета Это касается Абсолютно всех В том числе Тех Кто сейчас Руководит Нашей страной Да Это реальность Такая Куда ты здесь Денешься Второй Факт Очень важный Десятилетиями Там копятся Проблемы Десятилетиями Сейчас советских Времен Постоянно идет Депопуляция То есть Люди Которые подзаработали Денег Если их там Не держат Торговля Лесом Ворованным Или металлоломом Или иномарками Из Японии То они Нажив Небольшой капиталец Стараются приехать В Москву Его инвестировать Куда-то Построить Тут что-то Купить Или даже Уезжают За рубеж Я помню Что Совсем недавно Путин говорил О том Что за год Из соседнего Приморского края 17 тысяч человек Выехало То есть Идет Минусовый Демографический Да-да-да Никакие проблемы Вот эти Дальневосточные гектары Все это Не работает То что Власть пытается Таким гектаром Кого-то там Приманить Это свидетельствует О том Что да Они понимают Что там проблема Но у них нет рычага Чтобы эту проблему решить Про Ну про то Что произошло С этим Дальневосточным гектаром А про него уже даже И не говорят Обратите внимание Самые сладкие кусочки Которые были нарезаны Местные жители Разобрали Ну поделили Между собой конечно Были какие-то попытки У меня даже знакомые Какие-то брали Так туда ни разу И не долетели Смысла в этом нет никакого По-моему Большая часть их Стоит нераспределенная Если уж давать землю То надо давать По Столыпинске Когда давали Столько земли Сколько человек Может обработать Может обработать Помогали с переездом Столыпинские вагоны Тут этого и близко нет Это как бы Самообман такой И нас обманывают И себя они обманывают Что с помощью Этого гектара Можно привлечь туда людей Или хотя бы Их там задержать Нет Не получается И то что происходит В Хабаровске Вот этот вот Всплеск негодования Это просто прорыв Давно накопившихся проблем Прорывается он Естественно Как всегда В антимосковском сентименте Москва Как сыр в масле Катается Все деньги забрала Все сало съела И так далее Интересно Интересно что мы имеем Пример В территориальном Измерении Раскола элит То есть есть Центральная элита И есть Местная элита Местная Слилась в восторге С населением Именно в этом Антимосковском Сентименте Понятно что Протесты Не совсем стихийные Понятно что Люди из команды Фургала Помогали им организовываться Потому что Синхронно Проходят акции Во всех крупных городах В том же Хабаровске Сначала Закрыли площадь Ленина Главную городскую Площадь Для санитарной Обработки А потом Кто-то аккуратно Ее открыл То есть значит Там местные власти Стараются Вести себя мягко Арестовывать Фургала Не поручили Местным силовикам Потому что Им не доверяют А прислали Специальную бригаду Из Москвы Что дико оскорбило Хабаровцев Ну потому что Что это такое В общем Если он виноват То давайте судите его По местным правилам Нет Прислали специальную бригаду Которая его на глазах У всех значит Утрамбовала Наконец надо сказать Про результаты Общероссийского голосования Ну вот это Мой хлеб Электоральная статистика Ну смотрите В Хабаровском крае Явка 44% За поправки 62% 62% И 38% Значит Явка на 24% Пункта ниже Чем цифры Госпожи Памфиловой По явке По общей стране 68% У нас она И На 16% Пунктов ниже Поддержка О чем ты говоришь Пункт первый Что там честно считали Голоса Потому что Если вы помните Расчеты Сергея Шпилькина То он для страны В целом Убрав Очистив данные От фальсификата Установил Что явка была 42-45 В Хабаровском крае На 44 То есть попадает Да и 60 на 40 Примерно 60 на 40 Примерно Результат 65 на 35 В Москве А в целом По стране Ну там вот как раз Вот так и есть То есть на самом деле Так оно и было И это значит Что там Не жульничали Что очень важно Потому что Демократическая общественность Романтически настроена Утверждает Что выборы везде Фальсифицированные Везде никуда не годятся А я тупо повторяю Что страна очень разная В разных регионах По-разному В Москве Сравнительно честно Считали голоса И в Хабаровске Сравнительно честно Считали голоса При этом И там И здесь Большинство тех Кто не ходили На эти голосования Три четверти По данным Левада центра Голосовали бы Если бы пошли Против Так что Если бы там Пришло побольше людей Не 44% явки А 60 То Хабаровск Был бы зоной Свободного от обнуления Как кстати говоря И в Москве Потому что Да Фальсификат есть И он растет Он увеличивается Но он идет Не за счет того Что Ваши голоса Воруют Нет Их оставляют Вот как 20 миллионов В стране Примерно проголосовали Против Так оно Примерно и осталось Но Пририсовали еще 20-25 миллионов За То есть получается Что их не Не конвертируют А заваливают Их обесценивают Заваливают Так вот Если бы народу Пришло побольше Проголосовать Картинка была бы Немножко другая Кстати говоря Если бы в Хабаровске Действительно проголосовали Против То наверное Так нагло С ним бы себя Московские силовики Не вели Они же не ведут себя Вот так вот С Ненецким Автономным округом Где проголосовали Против Потому что было бы Слишком очевидно С Ненецким округом Будут разбираться Попозже Когда народ Тут забудет Значит Тогда местные Начальников Там Я тоже полагаю Примут Или каким-то образом Еще накажут Ну а здесь Поскольку есть Формальный повод То Утверждать Что все равно Большинство Поддержало 62 процента Ну значит Можно наводить Порядок Вот я это Пытаюсь объяснить А люди Меня не хотят Понимать И я понимаю Людей Почему они Не хотят Меня понимать Но я пытаюсь Все равно Продавить свою Логику Понимаете как Мы с вами И это наша Правда Понимаем Что есть Честные результаты Голосования И есть Нечестные Фальсифицированные Наши Электоральные Администрации А власть Этого не понимает Она Она прекрасно Понимает Что цифры Там Не важно Какие Ей на самом деле Даже не важно Честные Они Или нечестные Ей наплевать Что там Думает народ Раз снизу Идет отчетность Позитивная Цифровая Значит Процесс Под контролем Их не волнует Как эта цифра Получена Раз они Получили Нарисовали Там Привели Бюджетников Решили Проблему Значит Все правильно Что Там Люди На самом деле Думают Им так же Не важно Как директору Или собственнику Фабрики Не важно Что думает Токарь Который У него Что-то Точит Важно Чтобы он Точил Эту Свою Заготовку А что Он Проклинает При этом Что он Представляет Справедливость Это его Личное Дело Черт с ним Вместе С его Мыслями Лишь бы Крутил Эту ручку И давал Продукцию Продолжим Буквально Через Несколько Минут Дмитрий Борисович Орешкин Независимый политолог В нашем эфире До конца этого часа Крепкий Орешкин 2 Дорогие друзья Обращаюсь к нашим слушателям Если вы присылаете сообщения Особенно критические Мы их Любим очень Подписывайтесь Подписывайтесь Да Иначе Тогда они не прозвучат в эфире Дмитрий Борисович Орешкин Независимый политолог До конца этого часа В нашем эфире И мы В первой половине Говорили про ситуацию В Хабаровском крае Дмитрий Борисович Хороший вопрос Прошу прощения Хороший вопрос От слушателей Вотца пришел Как вы думаете Почему ничего подобного Не было Например При аресте Мэра Кирова Или при отстранении От руководства В Екатеринбурге Евгения Ройзмана Мне кажется Довольно Понятно Почему Во-первых Я уже говорил Другой народ Во-вторых Гораздо сильнее И дольше Накипело В Екатеринбурге Ситуация Значительно лучше Чем на Дальнем Востоке И вот это очень важно Все вроде Тихо 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 Хотя Последние лет 5-7 И электоральные результаты С Дальнего Востока Говорят Что там ситуация плохая И демографические результаты Об этом же говорят Да Я хотел добавить Что я посмотрел Когда я видел видео Из Хабаровска Ну видно Что Значительная часть Вышедших на улице Людей Это люди там До 30-35 лет Это молод Это новое поколение Оно живет в интернете Оно видело Всю эту историю С голосованиями Как с этим Неким голосованием По поправкам В том числе И оно таким образом Выражает свое Неприятие И несогласие Просто с махинациями прямыми Ну им вообще не нравится Им не нравится И есть еще Региональный патриотизм Вот Это очень Понятная И очень тревожная Картинка Потому что Да Они используют Московские лозунги Кстати говоря Да Значит Долой царя И так далее И при этом Объединяются В антимосковской риторике Что-то похожее было На исходе Советского Союза Когда экономика Начинает буксовать У людей Претензии К власти А власть В Москве И соответственно Все претензии Предъявляются К этому ужасному городу Москвичей никто Нигде не любит Хотя на самом деле В Москве Точно такие же Сильные Протестные настроения Как и В Хабаровске Немножко По другой причине В Москве Становится тесно Людям Относительно Благополучным Они хотят Гарантии Своих прав А в Хабаровске Просто уже иногда Некоторым людям Просто и простите Есть нечего Они вышли на улицу Потому что Наступил этот критический момент Но в Иваново Люди тоже не жируют Да Другие Возможно ли повторение Им надо Им надо Еще подождать Им надо Еще посмотреть Им надо Посмотреть Что в других регионах Делается Мы же очень Медленная Консервативная страна Вот поэтому Я спрашиваю Возможно ли повторение Под каким И по какому Что будет триггерить Я не знаю Что станет причиной Вот подобных историй В других крупных городах Страны Ну а были же На Дальнем Востоке За Уралом А вот мусорные протесты Это же Примерно то же самое У людей Какой-то Локальный Повод Возникает И накопившееся Возмущение Прорывается Как правило Оно ориентировано На Слишком Варварские Действия Центра Мусор откуда В Архангельской Области Из Москвы Значит Не дадим Москвичам Хранить свой мусор Здесь Важно вот что Я о чем говорил Что Для власти Важны Значимые сигналы Вот до тех пор Пока поступает Правильные С точки зрения Власти Электоральные цифры Неважно Что они Фальсифицированы Она убеждена Что ситуация Под контролем Местная власть Справляется Выполняет Разнарядку Рисует нужные цифры Все хорошо Поэтому Протестное голосование Для власти Важный сигнал Если бы было Два Три Четыре Пять регионов Где поправки Не прошли Власть бы задумалась О том Что что-то В политике Не так Коль скоро Все цифры прошли Значит Торжествующим образом Завинчиваем гайки Дальше Так вот Бойкот выборов Для власти Неважный сигнал Не ходите на выборы И не ходите Ради бога А вот Протестное голосование Это сигнал важный После того Как вот В Москве Был Из-за Фальсификата Выборов В одиннадцатом году Протест на болотке Власть реагировала В Москве Прекратили Ночной фальсификат Самый грубый Который Успешно используется В других регионах Стали использовать Другие методы И так далее Речь идет о том Что власти Нужны постоянные Сигналы снизу Коль сигналов Не поступает Значит она уверена Что все делает Правильно Надо пользоваться Своими правами Иначе они Теряют смысл Наконец последнее Про Дальний Восток Это край Который находится В широком смысле слова И Сахалин И Иркутск И Хабаровск И Приморский край На постоянном голоде На инвестиционном Туда Не хватает денег И поэтому я думаю Что там Ситуация улучшаться не будет Никакие гектары Не помогут Пока туда не пойдут Серьезные деньги Серьезные деньги Это десятки миллиардов А может быть даже Триллионы долларов Ситуация будет Деградировать И инфраструктура И здравоохранение И рабочие места Все на свете И именно поэтому Вот тут важно понимать Что власть на самом деле Не в безвоздушном пространстве живет Те же самые люди Которые сурово И сжав кулаки Поддерживая ЛДПР И ее патриотическую риторику Говорят Что мы не отдадим Там например Северные территории Не думают о том Что если бы Северные территории В соответствии с международными договоренностями Были уступлены То Япония У которой как раз есть Эти триллионы С удовольствием бы их инвестировала На дальний Восток Речь идет Я сразу оговорюсь Речь не идет О потере суверенитета Над территорией Конечно Речь идет Например О разные варианты Предлагались Например О совместном экономическом пользовании Подо что японцы Были готовы Инвестировать огромные деньги В эти территории При этом Очень важен фактор Важный нюанс Времени Очень важный фактор Потому что деньги Не просто надо вложить Им надо дать время Чтобы они там Проросли В виде инфраструктуры Новых производственных мощностей Новых рабочих мест И так далее Так вот я думаю Что раньше или позже Все равно придется С японцами договариваться Потому что От хронического безденежья Дальний Восток Того гляди отвалится Вопрос Кто из политиков Которые заменят Владимира Владимировича Путина Будет готов сделать такой Пока никто Это политическое самоубийство Тот кто придет И кстати говоря Его же не поддержит И наше большинство Патриотически настроено Вот это 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 главный парадокс Потому что Когда люди Аплодируют Присоединению Крыма Это те же самые люди Которые сейчас Кричат там Царь вор Или там Путин вор Шесть лет назад Они аплодировали Присоединению Не подумав о том Что если Наша власть Легко плюет На международные обязательства На тот же самый Будапештский меморандум То тем более Легко она плюнет На права Наших граждан Потому что Их вообще никто Не защитит Так как есть Какое-то Международное давление Кстати говоря Ощутимое Все эти санкции Контрсанкции Они привозят Серьезный ущерб На нашей экономике Получается Такая вот Вечный двигатель Какой-то Или скажем Вечный тормоз В нашем собственном развитии Мы поддерживаем Эту власть Она нас разводит На патриотической риторике Потом она Нас же нагибает И мы удивляемся Что значит Вот Как-то она себя так ведет По отношению к нам И наконец Последний вывод Действие Вот то что сейчас Происходит В Хабаровске Это разрушение Той самой сказки Которую Та же самая власть Нам упорно Лепила Про Пока мы едины Мы непобедимы Вот какое единство Если вот сейчас Мы видим Как антимосковский Настрой Совершенно очевидный Москва сама Ну я бы разделил Все-таки Москву Как субъект федерации Как город Который Критически настроен К действующей власти И Кремль Который расположен В Москве И который Исполняет функции Центра управления Это немножко Разные понятия А нас уже начинают Пугать тем Что там какая-то Пятая колонна Что там за какие-то Иностранные деньги Организуются Эти самые Майдановские Митинги Какие иностранные деньги Люди просто Осатанели От безнадеги Вышли в знак протеста За этого самого фургала Прекрасно понимая Кто он такой Что он Человек В общем Действительно Более или менее Связан с криминалом И очень может быть Что он действительно Там в чем-то виноват Но почему Вспоминали об этом Так долго И вспомнили Только через 15 лет И прислали Московских Космонавтов Для того Чтобы это сделать Это для местного Человека Оскорбительно И это Ошибка Такая Причем ошибка Фундаментальная От которой Сам Кремль Отделаться не может Он опирается На Административно Силовые методы Организации Единства А не на развитие Территорий Он предпочитает Иметь территории Бедные Но зависимые От Москвы И послушные Соответственно И вдруг Вот этот момент Перестает работать Бедность Поднимается К глазам И люди Против Того же самого Центра Который как бы Декларирует Единство Сплоченность Вокруг Вождя Своими Собственными Московскими руками Кремлевскими руками Правильно Говорить Разрушает Вот эту Вот Благостную Картинку Теперь Что будет Дальше Я думаю Что протесты Сдуются Потому что Уличные протесты Долго Существовать Не могут Фургала Посадят Потому что Если его не Посадить Это значит Что Центр слаб Кремль Слаб Значит Надо показать Всем Что Кто контролирует Ситуацию Кто В доме Хозяин Гайки Затянут Фургаловскую Команду Разгонят Кого-то из них Возможно И посадят Тоже Но процессы Гниения Такого Под слоем Краски Под слоем Споклевки Они будут Продолжаться Потому что Территория Будет на Голодном Пайке И это Меня пугает Потому что Это В принципе Власть Следует По советской Траектории Когда С одной стороны Она удерживает Политический контроль Над пространством Силовой контроль А с другой С другой стороны У нее нет сил Ресурсов И желания Развивать Эту территорию И вот Мне кажется Что как товарищ Сталин На десятилетия Вперед Закладывал Основы Грядущего Коллапса Советского Союза Уничтожая Частную Собственность Это основа Экономического Роста Уничтожая Твердую Конвертируемую Валюту Это среда В которой Экономический Рост Возможен Закладывает Вот эту Грядущую Катастрофу Мне кажется Что-то Похожее Делается И сейчас То-то начались Сейчас такие разговоры Активные После принятия Поправок О уголовном Преследовании Условно говоря За разговоры О территориальной Целостности Страны И так далее Это же Это же не просто так Конечно Вдруг Что это Мы об этом Заговорили Конечно Именно так Значит Это Это повод Для того Чтобы завинтить Гайки И усилить Вот этот самый Силовой Административный Ресурс Вместо того Чтобы развивать Территорию Потому что Для этого У власти Нет элементарной Вещи Которая называется Деньги Не хватает Не хватает Хватает на усиление Силовиков На поддержку их И не хватает На поддержку Трудящих Хорошо Давайте С Хабаровском Еще вернемся Может быть Другим Историям Думаю Что не стоит Увращаться Мне кажется Отработали С Хабаровском Плохие дела Потому что Это на самом деле Знак того Что будет дальше И дальше Будут отдельные Вспышки Недовольства В отдельных Регионах Или в отдельных Городах Их будут Подавлять Ну Опять же Это технология Иосифа Сталина Когда Во время Коллективизации Был голод В Иванове Там Были Примерно Такие же События Он туда Послал Поезд С едой А во главе Поезда Послал Своего Верного Начальника Как бишь Его Метрополитен Имени Кого У нас Был Жданова Нет Нет Вот это Бывают У нас Такие Не только У меня Я думаю Что это Возрастное Я не помню Кто Кто Московский Метрополитен Имени Каганович Так Товарищ Каганович Приехал Трудящимся Раздали Муку А местных Начальников Всех Репрессировали Примерно То же самое Будет сделано И здесь Подбросить Немножко Деньжонок Чтобы Снять Наибольшую Остроту Но не на развитие А чтобы штаны Поддержать А местных Начальников Посадят Между тем Используя Белоруссию Как Предиктор То есть Белоруссия Это та Страна Которая Идет немножко Впереди России По Сфере Завинчивания Гаек Вот В связи с этим Должен вспомнить Что буквально Вчера Заместитель Министра Внутренних Дел Белоруссии Геннадий Казакевич Сказал Очень важно То что у нас Скоро скажут Вот я цитирую Наиболее одиозные Радикально настроенные Лица Ведут персональные Блоги и паблик Чаты В Ютьюбе Фейсбуке И Вконтакте Представляете Наиболее одиозные Люди Сволочь Такие Ведут персональные Видеоблоги Только они Остальные не ведут Ну да Повторюсь Говорит Тарик Казакевич Происходящее в стране Это часть Политтехнологии Которая направлена На достижение Одной простой цели Расшатать И дестабилизировать МВД Белоруссии Готово блокировать Соцсети В случае угроз Национальной безопасности Страны И распространения Деструктивной информации Ну То что делает Белорусы Через год-два Будем делать мы Значит Надо бороться С соцсетями Как институтом Который Расшатывает Лодку И уничтожает Наше единство Вот оказывается В чем все дело Если бы не было Соцсетей То мы жили бы Не тужили И развивались Стремительными темпами Поднимаясь С колен А оппозиция Белоруссии С точки зрения Министерства Внутренних дел С помощью интернет Фейков Разжигает Недоверие И ненависть К чиновникам И правоохранителям И более того Они расшатывают Сознание Вот это цитата Расшатывают сознание Самих милиционеров И военных Чтобы посеять В них страх Неуверенность И нежелание Выполнять свои обязанности Про колени Помните шутку? Говорит Нет, не помню Что ж такое Мы не можем понять Запад Все ставит вас На колени А вы все Лежите и лежите Дмитрий Борисович Орешкин Друзья До конца этого часа В нашем эфире Продолжим Через несколько минут Крепкий Орешкин 2 Ну что Дмитрий Борисович Последние 5 минут Что у нас будет Боинг Или Схиегумен Я думаю Что начнем Схиегумен Если останется То немножко И про Боинг Значит Вот этот Замечательный Основатель Среднеуральского Женского монастыря Сергий Романов Потребовал у Владимира Путина Сложить полномочия И передать их ему Что разумно Скромненько Да То есть вот Когда начинается Вот эта Ситуация дестабилизации Всплывают эти Экзотические Персонажи Которые уверены в том Что они знают выход Значит Видео опубликовано Где он говорит Следующие Простые Как правда Слова Предлагаю вам На международном уровне Президенту России Владимира Владимировича Путина Передать полномочия мне Схиегумену Сергию В три дня Я наведу порядок В России Духовные силы В России есть О которых вы даже Не подозревали Силы есть В армии Во флоте Во всех структурах В народах Многонациональной России Говорит Сергий Романов 20 июля Он назвал Президента И патриарха Скрытыми врагами России Которые перевели Страну Я цитирую К открытому Богоборчеству Закрытию храмов Человека Ненавистничеству Свою плоть Поставили Выше Вечной Жизни А если Они не придут К нему На переговоры Не сложат полномочия То он Объявляет Вам лично И богоотступнику Патриарху Гундяеву Хабадником Во главе с Берлазаром А тут еще и евреи Подвязались А что это не так? Конечно Везде вот Уши Берлазара Топчут Отовсюду Именно Пейсы повсюду Заправь их пожалуйста Они на самом деле Управляют Россией И я Объявляю им Полномасштабную Духовную войну Будьте внимательны Если ему Отдадут власть То ни крови Ни майданов На революции Не будет Мы отберем власть У хазарского Каганата Еще раз Призываю вас Сложить Свои полномочия Отлично Хорошо Значит Все понятно Куда мы движемся То есть Есть целая группа Товарищей Которые Опираясь на армию Флот На духовные скрепы Готовы ввести Единомыслие в России Запретить Этот самый поганый Фейсбук И заодно Значит Этих хабадников И тогда Значит У нас Жизнь Заиграет Всеми красками И переходим Быстренько К правительству Нидерландов Которая решилась Подать Официальный иск Против России Вот это уже Серьезная новость Ну за удар По этому самому Лайнеру Правительство Правительство Нидерландов Опубликовало Письмо В парламент Где Четко Обозначило Что считает Россию Уже не четверых Людей Которые там Под судом Сейчас находятся А считает Россию Ответственной За катастрофу Самолета Поскольку Две трети Жертв Были гражданами Нидерландов Прокурор Тейс Беркер Заявил Что Эти люди Там Стрелков Дубинский И прочие Находились В руководстве Вооруженной Группировки ДНР Что святая правда Были их Непосредственными Подчиненными Москвы И они Совместно Запросили Систему Бук У России Получили И использовали Для удара По ошибке Попали не в тот Самолет А потом Вывели Этот самый Бук Назад в Россию В чем фишка Таким образом Подавая Подобный Иск Против Государства Официально Со стороны Голландцев Признается Участие Российской Федерации В конфликте На стране Теперь Нидерланды Стали стороной Вот этого Самого Иска В Европейский Суд По правам Человека Поддержав Иск Гражданский Уже не гражданский А государственный Иск Какие перспективы Перспективы Неприятные Потому что Тем самым Нидерланды Открывают Доступ Ко всей Своей информации О гибели До этого Они ее Придерживали Эту информацию Теперь она будет Вылита в паблик И Россия Потеряет В очередной раз Остатки Своего международного Престиза Как я понимаю Договориться Под столом О том Что мы Публично Не признаем Или выбираем Компромиссную позицию Оплачиваем бабки Выплачиваем Там Темным способом Да Естественно Что значит Наш МИД Конечно Устами Марии Захаров Сразу назвал Иск ничем иным Как очередным ударом По отношениям Двух стран Делая вид Что для Смоленской площади Это решение Было там Неожиданным Потому что Как бы МИД Российский Об этом Не информировали Но в пресс-службе Суда В Страсбурге Сообщили Что жалоба Нидерландов Поступила Находится на рассмотрении И Премьер-министр Нидерландов Марк Рютто Сообщил Еженедельной Пресс-конференции Что министр Иностранных дел России Сергей Лавров Был проинформирован А Мария Захарова Ждает Что он не был Проинформирован Ну начинается Обычная Вот такая Информационная Тягомотина Мы знали Мы не знали А какая разница Знали или не знали Теперь Голландия Страна Судебного разбирательства Теперь Голландия Будет публиковать Эти данные Выбрасывать их В паблик И мало нам С вами не покажется Это кишкомортальная Машина Европейской Юрисдикции Нас с вами В конце концов Замучивает Точнее не нас с вами А наше руководство Дмитрий Борисович Орешкин Спасибо вам большое Дмитрий Борисович Ждем в следующий вторник Друзья Мы с Виктором Набутовым Прощаемся До четверга Абсолютно правильно В четверг нас будет Кстати говоря Наташа Списивцева Потрясающий гештальтерапевт На замену Ленина Васелова И с 9 до 10 Обязательно А завтра Владимир Раевский Его программа Это только начало Впереди Мужские игры С Никитой Небылицким И сегодня Обещали вам Рубрику Автоответ На весь час Задавайте ваши вопросы